Доброго всем! Сегодня у нас в роботе одна из головок Манты Га. На одной из головок загнула клапан. Как я понял, что-то куда-то попало под толкатель. Клейн приехал издалека и просил при нем сделать головку. Разберем головку и посмотрим, что с ней не так. Сразу визуально мы видим, что один клапан недозакрыт. И если глянуть с торца на головку, то один клапан торчит в сторону и на нем торец клапана сбит. Вот сейчас, в этом моменте, когда мы поставили для рассухаривания головку, очень четко видно, что вот этот клапан, который я сейчас рассухариваю, он торчит в сторону. Итак, приступаем к ремонту. Сперва рассухариваю клапан, который погнул. Вот видите, как он сильно торчит в сторону. Конечно, извлечь его просто так не получится. Очень сильно загнут он. Можно было бы поставить эту головку на станок и попытаться спасти втулку клапаном. Потому что, если ее выбивать, то наверняка мы сломаем втулку. Если, конечно же, втулка не треснула ранее, во время того самого происшествия. Однако, клиент принес и втулки, и сальники, и клапаны новые. И сказал, что мне нужно побыстрее, поэтому ставить на станок мы не будем. Мы уже показывали, как мы это делаем. Мы ставим на станок, срезаем головку клапана и выбиваем в обратную сторону. В данном случае, клиент попросил сделать все это побыстрее. И он согласен на то, что придется поменять втулку. Потому что мы ее расколем при выбивании клапана. Мы выбиваем клапан. Конечно же, с усилием и при помощи оправки выбить клапан удалось. Вот он такой красивый. Соответственно, это направляющая втулка, которая, конечно же, лопнула. Рассухариваю все остальные клапаны. Извлекаю их из своих посадочных мест. Естественно, осмотрю. Проверю зазор во втулках. Дело в том, что эти головки мы делали совсем недавно, поэтому ничего здесь критичного быть не должно. И действительно, я извлекаю клапана. У них нормальные ножки. Во всяком случае, визуально я вижу, что нет никаких потертостей. И на тактильных ощущениях зазор втулка клапана находится в нормальном состоянии. Оценю. Теперь посмотрю, что у нас с седлами. На этом седле мы видим нагар. Так как клапан подклинило. Естественно, образовалась щель. Ну и появился нагар. Это седло нормально. Так как, собственно, все остальные седло в нормальном состоянии. Обязательно проверю биение клапанов. Прокручу мало ли, где-то что-то попало. Я вижу, что здесь в районе 3-5 соток биение клапана. Это исправится путем шлифования. Этот клапан фактически в идеальном состоянии. Это впускной 30 градус. Меряю следующий впускной клапан. Здесь, собственно говоря, тоже такое же. Идеальное состояние. То есть они не подогнуты. Можно их почистить. Пошлифовать паску тарелки клапана. И можно ставить назад. Посмотрю, что у нас здесь выходит по утопанию клапана в седле. Утопание тоже находится в нормальном состоянии. 1 мм на впуске и 1,1 мм на выпуске. Ну и померяю, что у нас получится, если поставить новый клапан, который принес также владелец. В новом клапане на том седле 0,9. Очищаю подгоревшая седла клапана щеткой, чтобы убедиться, что там нет никаких критичных ситуаций, нет никаких прогаров, нагаров. И вижу, что никакой критической ситуации нет. Нужно только лишь заузить фаску клапана, что мы, конечно же, сделаем. Далее, чтобы моей обработке не мешала форсунка, я ее выкручу. Для того, чтобы извлечь форсунку, я использую обратный молоток, накручивая оправочку. И обратным молотком выдергиваю форсунку. На форсунке я тоже ничего критичного не вижу, но это уже будет разбираться моторист. Нужно ее ставить, не нужно, проверять, что они там делают. Мы к форсункам, честно говоря, никакого отношения не имеем. Мы их никак не проверяем и отдаем это уже дизелистам, мотористам. Они уже там смотрят. Нужно что-то менять, резинки и так далее. Я продолжаю ремонт, выбиваю по количественную втулку, беру соответствующую оправку и без проблем демонтирую ее. На этом вблизи мы можем рассмотреть, какая у нас получилась трещина. Обязательно после всех таких нюансов, после ударов, я всегда отдаю головку в опрессовку. Опрессовщик заряжает головку в опрессовочный стенд, проверяет ее на герметичность. Здесь ничего не приключилось, с головкой можно выполнять последующие работы. Конечно же, перед работой я делаю чистку, мойку, отодраиваю все коллектора, все поверхности. Ну и обмываю ее в моечной машине с применением химсредств. Далее я ставлю новую втулку. Старая втулка имеет размер по наружному диаметру 1503. Новую втулку, которую привез нам клиент, в размере 1505. На две стычки больше, это нормально. Внутренне, кто сталкивался с МАНом ТГА, это 9 мм, вы в курсе. Уровень втулки регулирую при помощи губиномера. Посмотрел, какое утопание должно быть. И по этому утопанию ориентируюсь и забиваю втулку до нужного размера. Еще надо немножко. Меряю еще нужно чуть-чуть. Ну а теперь можно остановиться. То есть мы вывели втулку в требуемый уровень. Конечно же ее можно померить и с обратной стороны. Вылет должен составить 13 мм. Меряем втулку, которую мы забили. Если да, она 13 в плюсе десятка, это ничего страшного. Естественно, далее я обязательно калибрую новую втулку. Потому что могут образоваться набои от забивания втулки. Либо же сама втулка имеет меньший размер. Работа здесь несложная и не составляет особого какого-то труда. На тактильных ощущениях проверю, как сидит клапан. Клапан сидит идеально. Ну а теперь я посмотрю, что у нас получается с разряжением в коллекторах на старых сёдлах. На впуске практически заходит в зеленую зону. Ну а на выпуске очень далеко от зеленой зоны. Но в любом случае мы будем корректировать все сёдла. Подрезать все сёдла. Делать опять я буду это не на станке. Потому что, как я уже говорил, люди здесь ходят, вымеряют перед окнами цеха шаги. Ждут, не знаю, людям очень куда-то срочно нужно. Ну что ж, я вхожу в их положение. Поэтому буду делать я это не на станке, а за лужу шарошками от фирмы Nivea. Я уже не раз показывал, как делается. Конечно же, сперва нужно равнять 45 градусам. Но я смотрю, что здесь 45 градусам равнять не нужно. Поэтому я начинаю сразу с 60 градуса. Подрезаю по низу шарошки. Крошь в 60-й. Вот что у меня получилось. И как видим, эта шарошка имеет с одной стороны 60 градус, с другой стороны 15 градус. Поэтому я подрезаю 15 градусам. И вот что здесь у нас получилось. Затем я обязательно поправлю 45-ю фасочку алмазом. Я уже тоже не раз показывал эти алмазные шарошки. Очень удобная вещь. То есть, выводишь буквально в ноль. Убираешь все огрехи этой алмазной шарошечкой. И не надо ее подрезать ни станочно, ни при помощи шарошек. Конечно, я это не делаю, не подрезаю. Потому что нету никаких прогаров на 45-й фаске. Нету никаких изъянов, как бывает. Кавитации и всего остального прочего. То есть, сама фаска была идеальной. Поэтому я всего лишь корректирую алмазной шарошкой. Вывожу до идеала. Соответственно, это я делаю со всеми остальными клапанами. На впуске использую другие шарошки и алмазные шарошки. Потому что там 30-й градус. Подрезаю, конечно же, тем же 60-м, тем же 15-м. Но уже алмазная шарошка будет 30-го градуса. Обязательно, чтобы понять, что у меня получилось и нет никаких проблем, я делаю контрольную притирку. Вижу, что на клапане есть идеальный след от притирки. В грузовых авто ширина фасочки должна составлять 2-2,5 мм. Это нормально. Также я смотрю, что у меня получилось и на выпускном седле. Здесь тоже все в порядке. Обязательно проверю вакуум-тестером. Ту же процедуру я сделаю и для впуска. Фрезеровать поверхность клиенты не захотели. Поэтому мне остается только обмыть головку, обмыть все детали, обмыть клапана от лишней грязи и от притирочной пасты. А так как паста на водной основе, она смывается моментально, тем более в нашей моечной машине, где 60 градусов вода. То есть не вода, а точнее химический раствор. Поэтому все это вымывается с легкостью. Ну и дальше мне остается только собрать. После моечных процедур я собираю эту головку в кучу. Расставляю по своим местам сальники, которые привез клиент. Клиент привез здесь Виктор Рейнс. Смазываю клапана, ножки клапана и тарелку клапана маслицем. Ставлю их тоже по своим местам. И при помощи все того же струбцинного гневматического рассухаривателя засухариваю головку. После засухаривания выдаю головочку клиентам, которые 2 часа маячили у меня вокруг цеха. Что-то им не терпелось. Я даже не стал уточнять, почему им нужна была такая скорость. Возможно машина где-то остановилась. А на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, кидайте донат. Обязательно отвечу на вопрос. И без аварийных вам поездок. Продолжение следует...